Указ о проведении 2015 года года русской литературы был подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июня 2014 года. Году литературы в нашей стране приурочено проведение огромного числа мероприятий, включая литературные конкурсы и битвы, выступления современных авторов как молодых, так и знаменитых современников, а также международный писательский форум «Литературная Евразия» проект «Литературная карта России» Библионочь 2015. Славянский район не остался в стороне от проведения тематических мероприятий. Тему продолжат мои коллеги. Организовывать балы на различные историко-культурные и духовные темы уже вошло в традицию учебного заведения «Лицея номер один». Два года назад ученический бал был посвящен творчеству Сергея Есенина «Гой ты, Русь, моя родная». В прошлом – 700-летию преподобного Сергия Радонежского. На этот раз лицейский бал посвящен Году русской литературы и назывался «Бал литературных героев». Мы хотим, чтобы на нашем празднике дети насладились великой русской литературой. Если кто-то из них придет домой и возьмется за прочтение книги, о которой сегодня пойдет речь, я считаю, что наша миссия была выполнена, что хотя бы на одного читателя стало больше. Поэтому задача этого бала – поработить в детях прекрасное, стремление читать, познавать русскую литературу, культуру, историю, то есть быть современными интеллигентными людьми. В лицейском бале приняли участие более ста старшеклассников – чтецов, актеров, танцоров, музыкантов и певцов. Школьники старались показать фрагмент произведения русской классической литературы, воссоздать историю возникновения бала на Руси, о том, какие танцы были модные в тот или иной исторический период и почему символом бала считается вальс, гости узнали во время творческого вечера. Радует то, что проводить лицейский бал стало доброй традицией в нашем районе. Ведь перед образовательными учреждениями стоит задача не только обучать школьников, но и прививать нынешнему поколению нравственные ценности и любовь к искусству.